Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на своем участке Хочу сегодня поговорить про строительство моего загородного дома Те, кто следит за моим блогом, знают, что я строю дом из газобетона Давайте камеру перевернем, чтобы уже показывать вам непосредственно дом Вот мой дом Дом из газобетона Итонг 3,75 толщина, плотность D400 Сейчас у меня наступает процесс отделки дома снаружи Отделывать я его буду фиброцементным сайдингом кедрал Сейчас идут вот такие подготовительные работы В частности, мы будем делать утепление здесь минераловатным утеплителем 50 мм По деревянному каркасу Сейчас идет монтаж обрешетки Сухой строганный брусок 50 на 50 Который будет заполняться минераловатным утеплителем Урса Тера Как вы видите, каркас практически уже готов Здесь у меня есть некоторые элементы каркасного строительства Давайте я вам с обратной стороны тоже покажу И дальше поэтапно буду рассказывать Из чего и как мы это все делаем Здесь вот видите, уже пошел процесс утепления И сверху закрываются диффузионные мембраны Пойдемте, наверное, начнем с обрешетки Так как у нас по хронологии идет первая Значит, обрешетка у нас Я уже говорил, это сухой строганный брусок 50 на 50 Который мы монтируем горизонтально Чтобы нам в дальнейшем было удобно монтировать уже обрешетку под кедрал И чтобы у нас, ну, условно, там перекрывались углы Крепим мы его на специальные саморезы по газобетону Называются они саморезы для легких бетонов Вот с такой вот шайбой Размер его 8 на 110 Этот саморез можно монтировать без дюбелей Такие саморезы я уже показывал Сейчас еще раз вам покажу этот саморез Вот у меня помощник Вот такой вот саморез 8 миллиметров у него толщина 110 миллиметров у него длина И вот такая вот шайба Вот для того, чтобы лучше прижимать брусок Давай закрутим его, покажем как А бита, кстати, у него Т-30 торкс Вот сюда вот закрутируем Как раз место у нас Сейчас дай я встану поудобнее Давай сюда подходи Вот так вот быстро с помощью этих саморезов Можно прикручивать обрешетку Не надо дюбелить, что-то там подготавливать Очень удобно Также вот есть у нас вот такие вот участки Где идет пеноплекс Тут толщина пеноплекса 10 сантиметров 0-100 миллиметров Вот и нам как-то к этому Как-то к этому пеноплексу Словно там нужно закрепить Под пеноплексом идет армированная балка Которая идет вот по всему периметру окон Соответственно нам в этот бетон Нужно как-то прикрутить обрешетку Чтобы это все было надежно Значит мы используем вот такие вот саморезы Саморезы по бетону 220 мм длина 7,5 мм толщина Тоже бита торкс Вот такая вот шляпка Значит для того, чтобы закрутить Для того, чтобы закрутить вот этот саморез в бетон Нам нужно просверлить отверстия диаметром 6 мм Как в инструкции у нас написано Значит просверлили отверстия И тоже так же без всяких дюбелей Без всего берем и закручиваем этот саморез Ну потрогай Надежно, Жор? А? Намертво Намертво? Не оторвать, да? Вот так вот у нас происходит монтаж Монтаж обрешетки С помощью профессионального крепежа Можно намного ускорить процесс строительства Не в ущерб качеству Есть у меня еще вот такая вот Каркасная сторона Здесь мы просто на обычные На обычные желтые саморезы Тоже под торкс Ну вернее не на обычные желтые саморезы А на конструкционные саморезы Пять на стол Крепим обрешетку Для того, чтобы у нас перекрывались Вот такие вот мостики холода Заводим обрешетку обязательно На монтажную пену Пойдемте дальше Значит С обрешеткой Я думаю вам понятно Дальше Пойдемте по Нюансам По нюансам утепления Что касается непосредственно Утепления Какие нюансы есть Значит Первый нюанс Это окна у нас Окна Если убрать вот этот кусок утеплителя У нас идет монтажная пена Как я уже говорил Мы отпускаем по периметру Вот такую вот ОСП Толщиной 9 мм Она у нас формирует откос И потом к ней будет подходить Откосная часть От кедрала Значит Обрешетку мы Заводим на монтажную пену Для того, чтобы Дополнительно у нас Улучшить Энергоэффективность Вот этого узла Потому что Если мы сюда вставим Условно утеплитель Соответственно У нас это место будет более теплое Пленку мы будем Соответственно Заводить на эту ОСП И проклеивать ее Специальным клеем Для того, чтобы у нас здесь Было воздухоизоляционное Воздухоизоляционное место Пока до этого момента Мы не дошли Но в дальнейшем Я тоже вам буду показывать Есть вот такое вот место У меня здесь Теплый подставочный профиль Всем рекомендую Кто Устанавливает окна Ставить именно Окна на теплый подставочный профиль Для того, чтобы у вас Вот это место было Энергоэффективно Мы это место максимально Утеплить не можем Потому что нам нужно будет Здесь закрепить оконный отлив Поэтому, если вы хотите Ну, скажем Сделать окна Максимально качественно Старайтесь ставить их На теплый подставочный профиль Дальше сверху У нас на утеплитель Идет вот такая Диффузионная мембрана Это Дельта Неовен Со специальным Таким самоклеющимся слоем Здесь мы Соответственно Ленту на стыке Использовать не будем Потому что у нас Вот Если вы посмотрите на пленку Есть вот такие полоски Она Она у нас Приклеивается Вот по периметру Вот видите Вот так вот У нас получается Такой воздухоизоляционный слой Воздух, который будет ходить По вентилируемому По вентилируемому зазору Не будет попадать Не будет попадать у нас В утеплитель И конструкция у нас будет Такая максимально Энергоэффективная Пока это выглядит Вот так вот Вот Сейчас я хочу вам показать Кстати вот этот Урсатера В этой упаковке 6 квадратных метров Обычно мы используем Упаковки Когда делаем утепление 18 квадратных метров Но сейчас Есть небольшие проблемы С перебоем материалов Поэтому Купил я себе 6 квадратных метров Вот И хочу вам показать Как легко Этот утеплитель Вставлять в каркас Чтобы утеплить Наш дом Из газобетона Просто обычным Канцелярским ножом Разрываем Разрываем упаковку Эта упаковка Мне нравится меньше Потому что У нее вот эти части Открытые Да и если Например Перевозить утеплитель На Перевозить утеплитель На Открытой машине Он может Во время дождя Например Намокнуть Да Вот 18 Упаковка Где 18,3 квадратных метра Она полностью Герметична И По объему Она примерно Такая же То есть 18 квадратных метров Мне утеплитель Упаковка Вернее Где 18,3 квадратных метра Мне нравится больше Сейчас Монтажник Ставит утеплитель Да и покажет вам Как это делается Делается Очень просто Где твои перчатки Жон Без перчаток Лучше А то мне потом Начинает там писать По поводу перчаток Постоянно Почему вы работаете Без перчаток Почему вы работаете Без респираторов Почему вы работаете Без очков То есть Очень просто Очень просто Этот утеплитель Монтируется Деревянный каркас В деревянном каркасе Очень важно Выставить правильный шаг Чтобы Утеплитель Вставал максимально Без зажимов Особых Очень легко И просто Происходит монтаж Утеплителя Даже Давай Еще там Несколько этих Утеплитель С утеплителем Понятно Уложили утеплитель Дальше Мы начинаем На этот утеплитель Монтировать Дифлюзионную мембрану Здесь У меня идет Каркас Каркас В общей сложности Сейчас утеплен Сколько Ты утеплил 150 И с обратной стороны 50 И здесь Еще один Короче У меня здесь На этом каркасе Два контура утепления Одно внутри Одно снаружи Получается В общей сложности 250 мм утепления Есть еще Один нюанс По утеплению Очень важный Это соединение Контуров Утеплителя Стенового И кровельного То есть Вот этот Стеновой Утеплитель Мы будем Соединять С кровельным Утеплителем И диффузионную Мембрану Доводить До самого Верха И соединять Фасадную Диффузионную Мембрану С кровельной Диффузионной Мембраной То есть У нас будет Вот такой Замкнутый Контур Пока Это тут Не очень Аккуратно Сделано Потому что Утеплитель Укладывали Изнутри Но сейчас Когда ребята Выставят леса Они уже Это все Доделают Доведут До ума Все это Подровняет И Будут Монтировать Утеплитель Замыкать Контура И монтировать Диффузионную Мембрану Друзья Что касается Вообще Утепления Дома Из газобетона Нужно ли это Делать или не нужно Но если Вот например Посмотреть на мой дом С учетом Таких вот Больших окон С учетом того Что у меня будет Естественная Вентиляция У меня чистый воздух В дом будет попадать Вот через такие Вот приточенные Клапана Вот То наверное Не И с учетом того Что у меня еще Будет газ Наверное Это Не совсем Целесообразно Конечно Правильно Это все нужно считать Нужно Заниматься Правильным Проектированием Чтобы инженер Присчитал Какое Количество Тепла Будет проходить Через ту или иную Конструкцию Вот Но в целом Я делаю утепление Наверное Больше из-за Удобства Дальнейших Работ Так как у меня Будет монтироваться Фиброцеменный Садин кедрал На Горизонтальную Обрешетку Которая у меня идет Для Под каркас Утепления Удобнее будет Монтировать Уже вертикальную Обрешетку Под кедрал Плюс Плюс я дополнительно Утеплительную Перекрываю Монтажную Пену Улучшаю Энергоэффективность Этого узла Вот Так как В целом Мой Дом Сделан Из блоков Д-400-375 Толщины Когда я ездил На Обучение По Укладке Газобетонных Блоков Инженеры Итонго Рассказывали о том Что такую толщину И такую плотность Дополнительно Можно не утеплять Наверное Это не очень Целесообразно Особенно У тех людей У которых Есть газ Вот такой вот Небольшой Видеоролик Получился Если у вас Есть какие-то Вопросы Обязательно Пишите их В комментариях По возможности Будем на них Отвечать А так Уже На улице У нас Наверное Минус Двенадцать Уже Я что-то Так Примерз Пойду я Быстрее греться Все Всем удачи Всех С Новым годом С прошедшими праздниками С Рождеством Всех Всем пока Самое главное Друзья Берегите себя И не болейте Все Всем пока